Итак, друзья, сегодня мы будем закладывать живую изгородь из кизильника блестящего. Вот он, посадочный материал уже пришел. Посадочный материал у нас пришел из питомника Неваки. Мы взяли сразу хороший объем куста. То есть это у нас контейнер С5. Высота его уже под 1 метр. Хорошее кущение. Жирненькие такие кусты уже. И сегодня мы будем закладывать живую изгородь. Вот здесь, вокруг зонирования, вокруг парковки. То есть что мы для этого сделали? Во-первых, мы определили проектную площадь под кизильник. То есть у нас расстояние от парковки до края, условно говоря, зоны под кизильник это 60 сантиметров. И посадка будет происходить посередине вот этого, посередине этой ширины. То есть на расстоянии 30 сантиметров от края парковки. Сейчас вот происходит прорезание дернины. Вот так вот. То есть все наметили полностью. Схема посадки определена. 60 сантиметров у нас от парковки. Посадка будет, соответственно, на расстоянии 30 сантиметров от парковки. Сейчас вот мастер Игорь режет. Вот так у нас схема идет посадки. Так, так. И вот с этой стороны у нас так вот идет. Вот сейчас ребята прорезают дернину. Дернину мы убираем всю. Здесь дальше будет уже в будущем жесткий бордюр идти вдоль. А потом будет и отсыпка корой. Вот. И геоткань обязательно. Для того, чтобы сорняки у нас сюда не перли. Вот так вот. Вот такая. Посадка будет осуществляться ком-кому. Схема посадки такие. То есть мы просто друг за другом ставим. Вот кизильник. И у нас ком-ком идет посадка. Ширина кома у нас 22 сантиметра. Вот этого кизильника. Ну, ширина получается диаметр горшка С5. Вот. Так что вот таким образом происходит закладка живой изгороди из кизильника блестящего. Самое главное внимательно определить схему посадки. Сделать все правильно по расстояниям вымерить. Дальше купить хороший посадочный материал. Вот как такой. И уже осуществить посадку. Так что сейчас начался первый этап у нас работ на этом объекте. Вот сейчас покажу на примере маленького отрезка, как происходит работа. Значит, сначала мы сняли дерн. Вот верхняя часть. Дальше мы выставили горшки в ряд. Сейчас вымеряем, чтобы они стояли ровно посередине. Вот так. Вот видите, все по этому. По рулеточке. И сейчас мы все перемерим. Сделаем черту. И уже начнем готовить посадочные ямы. Уровень кизильника у нас будет под уровень базового грунта, который у нас находился под газоном. Потому что у нас еще будет отсыпка. Поэтому вот уровень будет такой. Возможно, мы здесь будем делать гибкий бордюр. Такой какой-то интересный. Чтобы у нас кора не вываливалась за жесткий бордюр. Вот. Дальше вот мастер Амаз продолжает уже прорезать дернину. Так. Здесь у нас тоже мастер Игорь работает с Оксаной. Вот тоже происходит срезка дернины. Ну, где-то вот подсыпать придется. Где-то больше, где-то меньше. Вот так вот работа происходит. Сейчас мы все срежем и начнем уже тоже здесь с этой стороны расставлять горшки. Вот так происходит именно перфектная посадка, закладка живой изгороди нашей компании на объектах. Итак, вот траншейный способ посадки кустов. То есть сначала выкопано траншея по размеру. Все полностью. Дальше кизильник в посадочной яме. У нас идет ком-ком, схема посадки. Все. И засыпка уже в пустоты грунта. Все. Вот такая схема посадки. А у нас здесь уровень не повышаем. Уровень грунта только остается. Видите, вот так. А дальше у нас здесь будет еще отсыпка корой. И как раз все сравняется. Бордюрная лента, отсыпка корой. И вот такая становится красота. Начался дождь. Но работы не останавливаются. Так как мы вот так все, что снимаем, дёрн, накрываем пленкой. Все под пленкой. И будем двигаться степ-бай-степ уже и сажать кизильничек. Вот такая идет именно траншейный способ закладки живых изгородей. Что он из себя представляет. Вот такой вот эффект уже сразу. Еще будет застрижка. Когда все посадим, уже застрижем кизильничек. Вот поближе. Вот так вот все ком-ком. И отступили от забора, естественно. Итак, у нас продолжается закладка живой изгороди из кизильника блестящего. Мы сажаем изначально, повторюсь, посадочный материал С5. Пятилитровый горшок. Вот таким образом мы делаем посадку. У нас траншейный способ посадки. Сначала сделали разметку, схему посадки, траншейку. И уже все по расстоянию вымеряем и сажаем. Вот так вот. Вот наш как раз кизильничек. У нас также работы идут и на внешней территории. Там посадка. Вот здесь как раз у нас, видите, тоже схема тоже есть. И газон сняли аккуратненько. И уже происходит подготовка. Подготовка этой посадки. Так. Вот тут у нас уже тоже сегмент задан. Так что так вот. Здесь вон под газоном, оказывается, было скрыто, да? Да. Да, вот тоже поправляем все форсунки эти. Переносим их, потому что они должны быть на газоне. Форсунки. Вот так вот происходит закладочка у нас в живой изгороде. Немного свои коррективы вносит, конечно, дождь, который сегодня весь день практически льет. Вот так вот. Так что работы продолжаются. Сейчас вот покажу как раз, что уже... Вот здесь посадка произошла в этом сегменте. Также была подготовлена траншея, расставлены горшки. Все по размерам. И дальше уже посадка. Все вот так точно. А тем временем у нас нормализовалась погода. Выглянуло солнышко. Мы продолжаем закладку живой изгороди с кизильника. Уже были некоторые нюансы. То есть у нас здесь вот форсунки мы переставляли. Видите, вот первая форсунка. Ее переставили. Она была вот здесь. Вот. И здесь тоже переставили. Клапана все нашли. Вот. Вот так вот. Вот сейчас пока дошли по этой стороне до этой границы. И дальше мы продолжим. Уже параллельно просто двигаться. У нас вокруг парковки идет. И здесь тоже все форсунки передвинули. Вот так. Видите, сейчас вот выкапывается траншея. Траншейный способ посадки. Все вымерено. Кизильник уже подобран. Сначала идет примерочка. И потом уже, ну здесь он стоял. Потом выставили. И уже траншею сейчас начинаем копать. Все. И вот сюда уже мы горшок-горшку. Ком-комику будем ставить кизильничек. Вот такой кизильничек. Цепь 5. Горшки собираем. Горшки сейчас на вес золота стали. Вот стараемся порядочек держать на площадке. Вот так вот. В принципе, я считаю, что по такой погоде мы достаточно аккуратно работаем. То есть, вот все с клееночками. Сегодня, конечно, очень высокая влажность, сыро. Но сейчас вот выглянуло солнышко, птички поют. И уже стало вообще хорошо. Вот наш кизильничек. В целом, будет классная живая изгородь. После посадки мы начнем кизильничек наш застригать. Подумаем над высотой. Пока я проектную высоту, думаю о 50 сантиметрах. Ну, посмотрим. В любом случае застрижем. Так что так вот. Друзья, ну что? Наша посадка живой изгородь продолжается. Вернее, она уже закончена. Вот так вот все уже посажено. Вот. Сейчас остается у нас сделать приствольную зону. Мы делаем жесткий бордюр. Делаем отсыпку корой. Вот. И посадочка будет закончена. И дальше уже следующий этап. Это уже капельный полив мы здесь будем делать. Вот так вот. Такой вид имеет живая изгородь. И также еще будет застрижка живой изгороди. Для ветвления хорошей густоты. Ну, вот сейчас вот имеет такой вид уже. Ну, вот. Посадка длилась два дня. Ну, у нас там еще за территорией посадка, конечно, живой. Изгороди. Вот это, наверное, весь день ушло. Ну, вот. Напоминаю. Посадочный материал изначально С5. Пятилитровый горшок. Из питомника Неваки. Вот такой имеет вид. Вот у нас кизинчик остался. Сейчас мы его тоже допосадим в других зонах. Ну, вот. А сегодня начнем работать уже. Сделаем жесткий бордюрчик. Потом геоткань. И отсыпочка корой. И вот такой вид. Уже вид будет законченный. Ну, и все щитапы. Это уже монтаж капельного полива. Так что вот такое формирование живой изгороди. И из кизинника блестящего. У нас пока в Татарстане до сих пор холодно. Ждем тепла. Потом будем снимать дальше видео по этой живой изгороди. Какой она у нас уже будет к концу сезона. Я обязательно размещу на канале это видео. Так что... Так вот. Все. Ребята уже мастера подъехали. Сейчас мы начнем наши работы. Итак, для монтажа приствольной зоны приобретен вот такой жесткий бордюр. Бордюр гидролика. Производство. Вот он все. Трешки они идут. Потом якоря. Тоже гидролика. Вот такие. Для крепления. Три штуки на метр. И для отсыпки. Кора лиственницы. Средней фракции берем. Вот такая кора. Полностью на всю зону. Вот. Так что все готово к монтажу. Сейчас мы чуть подправим. У нас здесь вот выведен капельный полив. Мы его чуть сдвинем. Чтобы он будущим не мешал. И потом уже начнем работать с жестким бордюром. С корой. С геотканью. Вот эту форсунку тоже подправим. Здесь гибкий шланг мы удлиним. И все. Выглянуло солнышко наконец-то. И сегодня у нас также застрижка будет. Застрижка. И еще сделаем внекорневую подкормку. В баковой смеси по кизильничку. Листовая пластина уже есть. Так что поработаем. При солнышке, конечно, совсем другой вид уже. Стало покрасивше. Солнечно. Вот мастера работают. Сейчас расставляют работы. Кизильничек наш. Гибкий шланг. Так что так вот. Потом заснимем итоговый результат. Закладки живой изгороди. Из кизильника блестящего. Материал С5. Пятилитровый горшок. Из питомника Неваки. Все. Друзья, ну что. У нас завершается процесс. Закладки живой изгороди. Из кизильника блестящего. Уже прошли мы практически все этапы. И завершающий этап. Это была у нас стрижка. Которая уже произведена. Видите? И второе. Это организация капельного полива. Вот такой мы сделали капельный полив. Фрейнберт. Капля. То есть это у нас капельная трубка идет. 33-33-33 сантиметр шаг. И соответственно вот вся капля пошла уже растянута. Вот она. Капельная трубочка у нас здесь проходит. Вот она проходит. Видите? Все приближено. Вот. И будет вот такой поливчик. Вот сейчас есть нюансики. Сейчас я ребятам подскажу. Вот видите, как здесь. Вот у нас капельная трубочка. И соответственно здесь у нас уже все. Ну вот. И в общем-то таким образом процесс формирования живой изгороди, можно сказать, считать завершенным. То есть жесткий бордюр есть, кора есть, полив есть. Вот и все. Так что вот таким образом была сформирована живая изгородь из кизинька блестящего. Самое главное, конечно, это сразу же протянуть полив. Полив всем растениям необходим. Вот. Так что так вот. Эти трубы мы специально взяли. У нас также капельный полив будет проведен к туям вот к этим. И соответственно, чтобы в будущем можно было делать аэрацию, скарификацию спокойно под землей, у нас пройдет капельная трубка, протянутая вот здесь. Ну вот через такую трубу армированную, водопроводную. Ну вот. Внешний вид. Посмотрите. Живой изгороди. И из кизинька блестящего. Посадочный материал взят. Контейнер С5. Производство. Питомник Неваки. Все. Вот таким образом мы завершаем работы. И дальше уже только будем ждать результаты. Результаты. Погода сегодня хорошая. Солнечно. Тепло. Все. Завершающий этап. Это организация капельного полива. Подача воды. И полив. Вот таким образом у нас наш проект подходит к завершению. По зонированию парковочного места. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.